Присядьте на кровать и спросите себя, какими глупыми вещами я рушу свою жизнь? Какой чепухой я занимаюсь, которая ломает мою жизнь? И если вы зададите этот вопрос, то вы наверняка захотите найти на него ответ. Ради ответов обычные задают вопросы. Вы ведь не просто проговариваете слова, а хотите найти конкретную, интересующую вас информацию. Самый лучший способ реализовать себя, это найти свое предназначение и посвятить ему всего себя. Если определить для себя правильный вектор движения и начать обращать внимание на ежедневные действия, то это будет работать. И я считаю, что это работает по правилам перцепции, то есть когда мир будет подстраиваться под ваши цели и замыслы. У вас всегда должен быть план действий. Вы всегда должны иметь цель, чтобы чем-то заниматься. Все мы по своей природе очень целеустремленные. Если у нас есть цель, конкретный ориентир, мы будем продвигаться в его направлении. Это заложено в каждом из вас. Итак, у вас есть самая главная жизненная цель. Она определяет мир вокруг вас, и на этой цели сосредоточено все ваше восприятие. Она приводит в систему все, что вы можете наблюдать, и чего наблюдать не можете. Она приводит в систему ваши эмоции и мотивы. Сначала вы полностью фокусируете свое внимание на этой цели, а после этого каждый ваш день превращается в полосу препятствий, которая ведет к этой цели. И если вы будете преодолевать все эти препятствия, то с каждым шагом вы будете становиться все ближе к своей мечте. На мой взгляд, это наполняет каждый ваш день смыслом, потому что все ваши ежедневные действия будут связаны с вашей главной жизненной целью. Проведем аналогию с Ноем. Начинается потоп. Еще немного, и наступит хаос. Все будет разрушено. Когда похожая ситуация случается в жизни, необходимо хвататься за любую возможность. Медлить нельзя ни в коем случае. Нужно как можно быстрее начать строить убежище. Ведь если ваш ковчег не достроен, и вы еще не готовы вести судно, вы можете просто уйти на дно. Когда мы вместе со студентами работаем с пациентами, мы понимаем, что они не живут той жизнью, о которой мечтают. Почему? Мы сейчас не будем рассматривать катастрофы, трагедии, там и так все понятно. А вот то, как люди воспринимают, и до каких масштабов они доводят личные переживания, имеет огромное значение. Я не имею в виду, что люди заслуживают все, что с ними происходит. Это очень несправедливое предположение. Одна из главных причин, почему люди не могут достичь своей цели, заключается в том, что люди просто не понимают, что именно им нужно. И они не уверены, что их действия в конечном итоге принесут им какой-то результат. Тот результат, который превзойдет все их ожидания. Потому что людям свойственно ошибаться в отношении своих желаний. Но в любом случае, нужно просто попробовать. Представьте себе конечный результат не в том смысле, что вам мир преподнесет его сам, благодаря вашему статусу, авторитету, месту в обществе. А представьте, что вы следите за собой, как за кем-то, кто вам действительно дорог. Вы думаете, мне дорог этот человек, я забочусь о нем, и хочу, чтобы у него все получилось. Какой была бы жизнь этого человека в конечном итоге? Многие из вас просто не делают этого. Вы не задумываетесь о том, что ваша жизнь в ваших руках. Возможно, в вашей жизни не все так легко и просто, но поверьте, за пару лет можно все кардинально изменить. И для этого вам нужно очень тщательно все продумать. Не получится иметь все и сразу, но можно иметь то, что вам хочется, если вы поймете, что именно вам нужно. За все время работы с людьми я понял, что четкое понимание конечной цели и стремление к ней приводит к положительному результату. Да, это может быть не так просто. Можно определить для себя цель, сделать 10 шагов вперед и понять, что вы идете совсем не в том направлении. Приходится корректировать цель и идти к ней буквально зигзагами. Говорят, что если сильно чего-то захотеть, то можно получить желаемое. Но тогда возникает вопрос, что значит сильно захотеть? Сильно захотеть, это значит перенаправить свою жизнь всеми возможными способами. Создавать у себя в жизни такие условия, при которых произойдет то, что вам нужно. Придется чем-то пожертвовать, потому что нельзя иметь все и сразу. Но можно иметь что-то, что вам действительно необходимо. И возможно, все, что вам потребуется для этого сделать, это просто попросить и четко обозначить желаемое. Проблема в том, что мы слепы. Но слепы мы по отношению не к кому-то, а к самим себе. Вам нужно понять, что противоречит идеальной картине. Не нужно надеяться на других людей. Нужно понять, что если вы будете стараться, то рано или поздно у вас все получится. Но если вы будете постоянно искать виноватых, будете ждать чьей-то помощи, будете перекладывать на других ответственность, то в вашей жизни ничего не изменится. Вы не будете контролировать ситуацию. Поэтому задумайтесь, возможно, вы слепы и многого не видите. Если это так, то вам нужно это исправить. И всегда будут способы все изменить, если вы в корне ошиблись. Найдите свои просчеты и исправьте их. Субтитры создавал DimaTorzok